На потере Чунтофальски Понимает, что сидеть в глухой обороне Смерти подобно, поэтому При первой же возможности пытается атаковать Не всегда это получается, но два супер момента было А сейчас Дорсин исполняет навес Некоторую паузу я взял Поскольку обменивались взглядами Главный арбитр и его помощник То ли был офсайт, то ли нет Но в гол засчитан Видер Рисет, его автор Ну и сценарий завершилось в Транхейме Со счетом 2-0 в пользу гостей В пользу питерского Зенита Ну а сейчас 1-0 норвежцы впереди Нет, уже не 1-0 Уже не впереди Уже сработала связка зенитовских форвардов Киржаков готов вырвать волосы От восхищения на голове Аршавина Ну вот он, вот он последний пас И отсутствие офсайда Взял на себя Инициативу этой передачи Андрей Аршавин И Александр Киржаков Выскочил просто как коршун на мяч Из-за спины норвежского игрока обороны Потомки викингов Лишь в недоумении разводили руки Пытаясь понять Как же так получилось Что они не офсайд искусственный создать не сумели И Киржакова в то же время прозевали Таким образом стоило мне заговорить Сегодня имеет Не только сегодня Но и в этих двух матчах Двойную мотивацию Киржаков Подключает к атаке Денисов Удар и гол Игорь Денисов Завершает Путешествие норвежцев в Россию Конечно Можно будет вечерком Или завтра с утра Посетить пару музеев И прочих достопримечательностей Но в футбольном смысле Для Руссенбурга Все завершено Не самый сильный Может быть был удар Вы видели скорость Всего 63 км в час На 20 меньше Чем это у Киржаковского Удара было Но все было очень точно В то же время Оффсайд УКНР В то же время Вспоминая первый поединок Этих клубов в Транхейме Невозможно не отметить Что и там Эспир Йонсен Тоже пропустил Ближний угол Как говорил Михаил Бирюков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому